Португалия стала очередной страной ЕС, где ужесточаются меры в связи с быстрым ростом числа заболевших коронавирусом. Несмотря на действующие ограничения, за последние сутки здесь было зафиксировано более 10 тысяч новых случаев. Поэтому режим чрезвычайного положения, который предполагалось отменить в четверг, продолжит действовать, а в ночное время вводится комендантский час. В Ирландии на три недели закрываются школы, а также прекращаются строительные работы. Сейчас больницы по всей стране, да и по всей Европе оказались в угрожающем положении из-за этой болезни. Медицинские работники, уже изнуренные, должны теперь противостоять настоящему инфекционному цунами, которое гораздо сильнее, чем первая волна. В наших больницах сейчас больше пациентов с коронавирусом, чем когда-либо прежде. Во Франции, как ожидается, также будет объявлено о продлении действия ограничений. Здесь продолжается резкий рост числа заразившихся, поэтому кафе и бары, скорее всего, не смогут открыться 20 января, как было запланировано. Французские горнолыжные курорты, которые должны были заработать четверг, также останутся закрытыми на неопределенный срок. В стране с 15 декабря действует комендантский час. Между тем, Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило еще одну вакцину против коронавируса, которая может теперь применяться в странах Евросоюза. Речь идет о разработке американской компании «Модерна». Вакцина «Модерна» предназначена для людей старше 18 лет. Результаты исследований показали, что после двух инъекций заметно повышается уровень антител и формируются Т-клетки. Многие жители Евросоюза выражали недовольство излишне, по их мнению, медлительностью властей при задействовании программы вакцинации. Сейчас Европейская комиссия заявляет, что достигла соглашения с пятью фармацевтическими компаниями о закупке сотен миллионов доз вакцины по завершении клинических испытаний.